Расскажите о случаях из разряда, почему никто не сказал мне об этом раньше. Семь лет назад я переехал из Швейцарии в Америку. Большинство моих родственников не поддерживало со мной связь и я общался с кем-либо из них раз в несколько месяцев. Я. А как поживает дед? Родственник. Он умер. Я. Что? Когда это произошло? Родственник. Два года назад. Я. Ё-моё, почему никто не сказал мне? Могли бы хоть написать по электронной почте? Как бабушка пережила это? Родственник. Она тоже умерла. Я. Да ну нафиг вас всех. Коллега долго не приходил на работу, потому что его жена родила ребенка. Когда парень вышел на работу, он показал мне фотографии своего новорожденного сына и я спросил, как идут дела. Его ответы были какими-то расплывчатыми и я задал конкретный вопрос, после чего на его лице появилось странное выражение. Он сказал, что их ребенок родился мертвым. Никто не рассказал мне об этом на снимках, ребенок показался мне совершенно нормальным. Чувак держался очень хорошо, но я был в ужасе. Все коллеги такие, мы думали, что ты тоже знаешь. К счастью, несколько лет спустя у них родились совершенно здоровые девочки-близнецы. В прошлом году летом я поехал в Колорадо, чтобы заняться рафтингом. Я и два моих приятеля пришли на инструктаж по безопасности, где собралось около 30 человек. Инструкторы сказали нам всем, чтобы мы сели в автобус, который доставит нас на гору. Мы сели в автобус, а после нас начало заходить очень много людей в таких синих гидрокостюмах. Я подумал, что может быть, мы чего-то не знаем, но было около 35 градусов жары, поэтому мне было вполне комфортно в футболке и шортах. Мы приехали на место, откуда начинается сплав, и там было уже около 18 градусов из-за подъема. К тому же начался дождь. Люди в синих костюмах выглядели так, будто непогода им нипочем, но я решил, что смогу все выдержать. Мы с другом уже собирались сесть в лодку, но инструктор сказал, никакой хлопковой одежды во время сплава, вы сами пожалеете об этом, и велел нам снять наши футболки. И вот мы сели в лодку, чувствуя себя идиотами. Тощие парни с голыми турсами на холодной горе под дождем, а нам еще предстояло прыгнуть в порог реки, наполненной талым снегом в компании людей, одетых в гидрокостюмы. Все прошло круто, но мы замерзли. Нас упрекали все. Маленькие дети, инструктора, пожилые. Почему никто не сказал нам о гидрокостюмах? Я вообще не знал, где они хранятся. Если бы кто-то просто сказал нам, возьмите гидрокостюмы, они вон там. Лишь в 18 лет я узнал, что у меня синдром Аспергера. Все, с кем я был знаком, знали об этом, но не говорили мне, потому что боялись моей реакции. Если разогреть в микроволновке яйцо, сваренное вкрутую, оно взорвется. Если не держать его слишком долго, оно не взорвется, пока вы не очистите его от скорлупы и не откусите. Я позвонил маме, когда мне было 7 лет, плача и пытаясь остановить кровотечение и спросил, почему никто не сказал мне, что яйцо может превратиться в бомбу? В 14 лет, когда моя мама и отец спорили из-за алиментов, я узнала, что у меня есть единокровный брат. Спросила у братьев, правда ли это. Оказалось, они уже много лет знают об этом. Я живу в этой квартире уже почти два года. После того, как я переехал сюда, думал, что электроподжиг плиты сломан, так как он ни разу не сработал. В первый же день я купил зажигалку и всегда использовал ее. Два дня назад сотрудник газовой компании пришел, чтобы проверить что-то. Он заметил, что электроподжиг обесточен, протянул руку за микроволновку, засунул вилку в розетку и вуаля, электроподжиг начал работать. В пятницу я переезжаю из этой квартиры. Лишь около двух лет назад я начал срать с опущенным сиденьем унитаза. Я был совершенно шокирован, когда узнал, что во время испорожнения нужно опускать сиденье, так как думал, что оно предназначено только для девушек. Все это время я сидел на засохшей моче и холодном фарфоре. Я училась в колледже вдали от родного дома и никто даже не сказал мне, что моя двоюродная сестра беременна. Приехала на день благодарения и мне вручили ребенка, чтобы я его поддержала. Я подумала, чей это блин ребенок? Но все вели себя так, будто я должна была знать. Поэтому я притворилась, что знаю и пришлось выяснять все самой. Я тогда только начал заниматься боевыми искусствами. Всем парням выдали защиту паха вместе с прочей экипировкой. Я был юным гением и решил, что это защита для носа. Подошел, танцуя к моим родителям, приложив защиту к носу и спросил, как крепится эта штука. Не могу сказать, что горжусь этим случаем. Внезапно узнал, что наша семья переезжает на другой континент через неделю. Мне пришлось срочно уволиться с работы, у меня не было даже нормальной возможности попрощаться с моими друзьями. Пришлось оставить большую часть моих вещей. Мама сказала, мы ведь планировали это уже несколько месяцев и никто не сообщил мне. Оказалось, что у моей тети был рак. Мне об этом сказали только когда она умерла. Мне тогда было лет 13-14, я виделась с ней не так часто, но любила ее. Вся моя семья знала, но по какой-то причине мне об этом не сказали. Так что да, мама внезапно вошла в мою комнату и сказала, что тетя умерла от рака. Я ни разу не слышала, что есть такая вещь, как щенячий блюз. Внезапная депрессия, которая возникает, когда берешь щенка. У многих моих родственников были собаки, но никто не рассказывал мне об этом. Я перелопатила кучу инфы, чтобы выяснить, какая порода впишется в мой лайфстайл. Как кормить, приучать к туалету, какие покупать аксессуары, когда возить к ветеринару и тому подобное. Но я ни разу даже не задумывалась, что я буду чувствовать себя как-то не так. Нигде не было ни малейшего упоминания об этом. В первый месяц я очень сильно жалела о том, что взяла щенка. Я не любила его, хоть и заботилась о нем. Серьезно думала о том, чтобы вернуть щенка. Я впервые отвела его к ветеринару через полтора месяца после того, как взяла и спросила у врача, почему я испытываю такое чувство. Она лишь рассмеялась и сказала, кажется, у вас щенячий блюз. Оказалось, что это очень, очень распространенное явление. К счастью, это прошло и сейчас я очень люблю и балую моего годовалого Чивини. Я очень рада, что тогда решилась просто перетерпеть. Не могу представить свою жизнь без него. Что у меня плохое зрение. В шестом классе я получал неуды по большинству предметов, потому что не видел с доски. Я был новеньким в классе, поэтому стеснялся попросить пересадить меня вперед. Когда мне выписали очки, моя жизнь преобразилась, оценки улучшились. Я думал, что все плохо видят, но эта проблема была только у меня. Я начал встречаться с девушкой, с которой познакомился на работе. На самом деле мы ни разу ничего не делали как пара, только целовались в торговом центре. Когда мы расстались с ней, все мои коллеги начали говорить. Ох, слава богу! Чувак, ну наконец-то! Я спросил, почему все они так говорят, и тогда узнал, что во время обеденного перерыва она делает парням приятно за деньги. Было очень неприятно узнать такое. Я целых два месяца целовался с продажной минетчицей. На работе мы носим ужасно некрасивую униформу. Я стараюсь не жаловаться, потому что она довольно удобная и скрывает мою фигуру от извращенцев, которых очень много на моей работе. Нам должны были привезти новую униформу с вышитыми на них именами сотрудников и прочими усовершенствованиями. Я несколько дней видела в комнате отдыха вешалки с одеждой, но не придала этому значения. Через день после того, как вешалки пропали, коллега спросила, примерила ли я новую форму и нашла ли свой размер. Я с удивлением посмотрела на нее, и за этим последовал разговор, из которого я узнала, что должна была примерить и определить, какой размер мне подходит. Никто не сказал мне об этом, включая моего супервайзера. Униформа должна была прибыть вчера, но я не работала, поэтому даже не знаю, какой сюрприз ждет меня на работе. В общем, такой у меня был случай из разряда «Какого фига никто не сказал мне об этом до того, как униформу увезли?» В прошлом году я радостно ходил на работу, потому что мне сказали, что скоро у меня будет увеличение оклада и повышение в должности. Помимо этого, радости прибавляло то, что мне нравились мои коллеги, и я считал некоторых из них друзьями. В конце концов, я устал от постоянных переработок и невыплат. Я был морально и физически истощен, моя поясница постоянно болела. Лишь спустя несколько месяцев я понял, что повышения не будет и не стоит надрывать задницу. Только после моего увольнения люди начали говорить мне, что у них было ощущение, что все этим и закончится. Сомневаюсь, что когда-нибудь пойму, почему коллеги не сказали мне «Тебя обманывают, лучше найди новую работу или придумай что-то другое». Я бы хотел услышать это намного раньше. Лежала в больнице для пересадки стволовых клеток. Была абсолютно несчастна из-за химиотерапии, выживала за счет фруктового льда, потому что больничная еда отвратительна. В предпоследний день, когда я лежала там, одна из медсестер упомянула «Ты же знаешь, что можешь заказать буквально все, что хочешь, а мы приготовим это. Паста, кисоделье, что угодно. Главное, чтобы у нас были ингредиенты, чтобы это приготовить». Я в это время с трудом ел отвратительный суп, картофельное пюре и худший омлет, полагая, что это мой единственный выбор. Теперь я передаю эту информацию всем, кто ложится в больницу. Моя мама позвонила мне посреди рабочего дня и сообщила, что собаку, с которой я выросла, через час усыпят. Ужасный рак, она сильно страдала. Проблема была в том, что я жила в четырех часах езды. Я не могла покинуть работу и успеть приехать в клинику вовремя. До конца рабочего дня я плакала, но не хотела брать отгул, чтобы пойти плакать домой. Я упрекнула мать за то, что она рассказала мне об этом в последний момент, когда я не могла сделать ничего. Я страдал от конъюнктивита почти 10 лет. Я переставал носить линзы, лечил глаза каплями с антибиотиками или гелем. Моим глазам становилось лучше, и я снова начинал носить линзы. Через пару недель или месяцев у меня снова появлялся конъюнктивит. Я снова лечился и так по кругу. В конце концов, один новый доктор 10 секунд разглядывал мои глаза и сказал, что у меня, вероятно, аллергия на мой раствор для контактных линз. Я просто купил новый раствор, и с тех пор у меня больше нет конъюнктивита. Кто-то из врачей должен был сказать мне об этом давным-давно, либо я сам должен был догадаться. Спасибо, что посмотрели этот ролик до конца. Предлагаю также посмотреть наши похожие видео, которые вы видите на экране. А у вас были похожие истории? Пишите в комментах. Удачи и до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok